Когда-то в древние времена, единое древо кочевников, проживающих на территории Северного Китая, вероятно около тысячи, полутора тысяч лет до нашей эры, разделилось на тюрков, в дальнейшем гуннов и тунгусов, в дальнейшем маньчжуров, дунху и сянби, предков монголов. Предки гуннов проживали на территории Северного Китая во внутренней Монголии, а тунгусы восточнее к северо-востоку до Кореи. Образ жизни у них был одинаковый. Они были кочевниками, разводили овец, коров, лошадей, питались их мясом и молоком, жили в войлочных юртах. Мировоззрением их было поклонение небу и солнцу, верховному богу Тенгри. По мнению английского историка Эдуарда Паркера, жившего много лет в Китае в конце 19 века, знающего китайский язык, изучавшего древние китайские летописи, различия в их обычаях были следующие. Гунны хоронили покойников в земле, выкапывая ямы и засыпали землей. Тунгусы бросали умерших на землю или вешали на деревьях. Гунны не употребляли в пищу свинину, а тунгусы употребляли. Корневой язык у них был общий, но в течение столетий он изменялся. Согласно китайским источникам, во II веке до н.э. гунны помнили о их общем происхождении с тунгусами. Антропологический тип гуннов и тунгусов был монголоидным. Гунны на северо-востоке Китая постоянно воевали с индоевропейскими народами – ариями, тохарами и юэджами, и смешивались с ними. По китайским источникам гунны имели бороды и большие носы, чем они внешне отличались от китайцев и тунгусов. Начиная с V века до н.э. до II века н.э. на территории Монголии находились тюркские государства. С 210 года на н.э. по 165 год н.э. – Великий Гуннский Каганат. С 48 года до н.э. по 216 год н.э. – Южный Гуннский Каганат. С V века до IX века н.э. на территории Монголии находились три тюркских государства. Это Великий Тюркский Каганат, Второй Тюркский Каганат, с 552 по 744 год, с 744 по 840 год – Уйгурский или Третий Тюркский Каганат. С X по XII век на территории Монголии находились государства тюрков Найманов и Киреитов. Тунгусские государства были следующие. В начале первого тысячелетия сянбийцы создали государство Сянби в северо-восточном Китае, а в V-VI веке существовало государство Жужжание Тунгусов в Центральной Азии, которое в 552 году потерпело поражение от тюрков. В начале X века кочевые тунгусы создали государство Ляо в Центральной Азии, которое в начале XII века распалось. Тюрки и тунгусы между собой часто воевали, но были и мирные отношения. Тюрки смешивались с тунгусоязычными племенами, так как у них были близкие культура и обычаи. Гунны и тюрки столетиями мигрировали на Запад, в Европу и Азию, завоевывая новые страны и создавали Великие Империи. Тунгусы же оставались в северо-восточном Китае. По мнению историков, в Северном Китае в первом тысячелетии нашей эры преобладал тюркский язык, ввиду преобладания тюркского населения. По сведениям французского востоковеда Поля Пеллё, в Китае был обнаружен сенбийский словарь. Специалисты считали его монгольским, но в действительности он оказался тюркским. По мнению известного монголоведа-академиков Владислава Котвича, тюрки в Северном Китае были сильнее по количеству. Политической значимости, численности, сплоченности и способны были навязать свой язык другим народам. В настоящее время в мире насчитывается около 200 миллионов тюркоязычных народов и около 3 миллионов монголоязычных народов. К концу XII века, будущий великий завоеватель Тимуджин, начал объединять тюркские и смешанные тюрко-тунгусские племена в единое государство. В 1206 году кочевые племена татар, жалаиров, найманов, кириитов подняли Тимуджина на белой кашме и объявили его верховным ханом, дав ему новое имя – Чингисхан. Подавляющее большинство государства Чингисхана было тюркским. Монголоязычные племена, как Айраты и другие, были незначительное меньшинство. Все говорили на тюркском языке. Между тюрками и монголами не было разделения, монголы говорили на монгольском языке только внутри своего племени и рода. Сам Чингисхан был из рода Кият. Разговаривал на тюркском языке и жил по тюркским обычаям. Род Кият и сейчас проживает на юге Казахстана и разговаривает на тюркском языке. Мать Чингисхана была из тюркского рода – Конгират или Конрад, который сейчас проживает на юге Казахстана. Внешность Чингисхана, по свидетельству современников, была интересной – высокого роста, с голубыми глазами, рыжеволосой, с бородой, что указывало на то, что его далекие предки были кочевниками-ариями, проживавшими на Алтае. В 1220-1221 году в ставке Чингисхана побывали две китайские делегации из Южного Китая – династии Сум. В своих отчетах они их называли татарами, но не монголами. Чингисхана в это время в ставке не было, он находился в походе в Средней Азии и Иране. По свидетельству китайских дипломатов умерших татары хоронили следующим образом. Выкапывали яму и сбоку делали подкоп, куда ложили тело покойного и засыпали землей. Таким образом, в настоящее время тюрки-казахи хоронят так же, как и татары XIII века. Монголы умерших не хоронили, а бросали в степи. В 1246 году Плана Карпини совершил путешествие как посланник папы римского Иннокентия к великому хану Гуюку, внуку Чингисхана, в столицу империи Карокорум. В отчете Плана Карпини описал обычаи татар, что все они говорили на одном языке, их мировоззрение оставил ценные сведения. Он также отметил, что татары хоронят умерших, выкапывая яму и делая сбоку подкоп, куда ложили покойника по тюркским обычаям. В 1253 году посланник французского короля Людовика XII Гильом де Рубрук к великому хану Менгу, внуку Чингисхана, совершил путешествие в столицу Карокорум. Он оставил интересные сведения о жизни татар. Как они готовят кобылье молоко кумыс, как готовят кислое молоко айран и сыр, который назывался курт, как готовят колбасу из конины, казахи ее называли казы. Секреты изготовления продуктов животноводства не изменились за 750 лет, такой же, как у современных казахов. В конце XIII века всемирно известный путешественник венецианец Марко Поло жил при дворе внука Чингисхана, великого хана Хубилая, основателя династии Юань, в 1279 году, объединившего Китай в единое государство. Марко Поло также пишет о татарах и отмечает, что Хубилай хан писал письма на тюркском языке. Нужно отметить, что в русских летописях XIII-XVI веках пишется только о татарах. Все письменные источники XIII и XIV века империи Чингисхана были написаны на тюркском языке, уйгурским или старонайманским алфавитом. Уйгурский алфавит есть тюркский алфавит. Печать Гуюкхана 1246 года – это имперская государственная печать. Пать за указ Тохта хана. Золотая орда. 1292-1311 года. Пать за хана Кельдебека. 1360 год. Золотая орда. Пать за узбек хана. 1312-1341 год. Золотая орда. Назидание Хубилай хана. 1275 год. Империя Юань, Китай. Государственным языком империи Чингисхана был тюркский язык. По мнению известного российского монголоведа-академика Бориса Владимирцева, старомонгольский язык XIII века основан на языке тюрков, найманов и кириитов. Современный холхасский монгольский язык отличается от него. Это совершенно другой язык. Другой монголовед-академик Владислав Котвич, изучая старомонгольский язык XIII века империи Чингисхана, указал, что в нем нет первоосновы современного монгольского языка. Что протомонгольского языка просто не существовало. Это еще раз говорит о том, что государственный язык XIII века был тюркский. По мнению известного казахстанского историка Марала Тампиева, термин «менгу», встречающийся в китайских источниках, переводится как «темный», «невежественный». Китайцы так называли кочевников тюрков и тунгусов, живших к северу от Великой Китайской стены. Термин «менгу» есть политический, а не национальный. Российские переводчики перевели термин «менгу» как «национальный», «монгол», введя в заблуждение весь исторический мир. Термин «монгол» как «национальный» появился спустя столетия. Монгольский народ сформировался позднее, в XVI-XVII веке. Сборник летописей Рашида Дина был издан в 1304 году на персидском языке, в государствах у лагуидов, потомков Чингисхана в Иране, в городе Тебриз. Автор летописи «Великий персидский историк Рашид Аддин» – иудей, по происхождению, принявший мусульманство, был визирем у царствующей династии чингизидов. Он пишет, что историю дома Чингисхана писал под руководством авторитетных и знающих историю людей. Одним из таких был эмир Полат Чинсан, самый авторитетный человек, хорошо знавший историю дома чингизидов. Он был посланником Хубилай Хана, внука Чингисхана, прибывшего из Пекина в Тебриз, государства Ильханов в Иране в конце XIII века. В создании летописи также участвовали Ильханы Олжайту Хан и Газан Хан, потомки Чингисхана. Рашид Аддин пишет, что записал всю историю чингизидов с их слов, под их редакцией. Он пишет, что в записи участвовали два писца, которых он отблагодарил, хорошо заплатив им за их работу. Летописи Рашида Аддина являются ценнейшим первоисточником по истории тюрков и империи Чингисхана. В 1258 году внук Чингисхана Хулагу Хан разгромил халифат Аббасидов, взял штурмом город Багдад и создал государство Ильханов в северо-восточном Иране и Азербайджане – новое государство со столицей в городе Тебриз. Рашид Аддин пишет, что племена империи Чингисхана есть тюрки, имеющие общий язык и обычаи, но имеющие небольшие различия. В летописи встречается термин «могул» – так в Иране называли тюрков. Рашид Аддин пишет, что тюрки благодаря своему могуществу завоевали большую населенную часть мира – это Китай, Индия, Кашмир, Иран, Византия, Сирия и Египет. Упоминания о монголах нет. В 1952 году первый том летописи Рашид Аддина был переведен с персидского на русский язык и Институтом Востоковедения СССР под редакцией академика Петрушевского. Советские переводчики перевели термин «могул» как национальный термин «монгол», привязав его к современным монголам, что является заблуждением. В Иране и сейчас тюрков, проживающих в Иране и Средней Азии, называют «могулами». Нужно отметить, что название гор и рек в летописи тюркские, имена чингизидов и их приближенных тоже тюркские. По мнению казахстанского историка Марала Томпиева, термин «менгу» в Иран и Среднюю Азию принесли уйгурские купцы в конце XIII века, торговавшие по всей великой степи как «могул». По мнению известного азербайджанского журналиста-исследователя Гамида Хереси, история Ирана, начиная с XIII века до наших дней, не разделяет правившую в Иране династию чингизидов и тюрков и считает, что они являются одним целым. Современные историки заблуждаются, считая, раз существует Монголия, значит и в XIII веке на территории Монголии жили монголы. Подавляющее большинство населения Монголии составляли тюркские племена, такие как Найманы, Киреи, Жалаиры, Конераты, Меркиты, Татары, которых ранее историки ошибочно считали монгольскими. В XIV веке улус сына Чингисхана Чагатая разделился на западную и восточную часть. Восточная часть, включающая в себя юго-восток Казахстана и восточный Туркестан, стала называться Моголистан, который был в основном заселен тюрками-дулатами, монголов там не было. Монголов как народа в XIII-XIV веке не существовало. Были немногочисленные тунгусоязычные племена, как Ойраты и другие, которые разговаривали на своем языке внутри рода и племени. Основным государствообразующим этносом в империи Чингисхана были тюрки. В начале XVI века внук великого завоевателя Тимура Бабур завоевал Северную Индию и создал новое государство Великих Моголов, в котором были тюркские племена Найманы, Киреи, Жалаиры, Дулаты и другие. Сокровенное сказание монголов, вероятно, было написано в 1240 году. По мнению казахстанского исследователя, бывшего уроженца Китайской Народной Республики Тлеуберды Абинайулы, сокровенное сказание было написано на тюркском языке уйгурским алфавитом. Правильное название сокровенного сказания – родословное Чингисхана, которое было изменено переводчиками на сокровенное сказание монголов. Тлеуберды Абинайулы перевел сокровенное сказание с китайского языка на казахский. В 1368 году, после падения империи чингизидов, Юань в Китае, пришедшая на смену династия Мин, перевела сказание на китайский язык. Глава российской православной духовной миссии в Пекине, Палладий Кафаров, живший в Китае в XIX веке, в 1866 году сделал краткий перевод сказания с китайского на русский язык. Считал, что китайский перевод неполный и неточный. Кафаров и китайские ученые XIX века настаивали на существовании утерянной летописи оригинала XIII века. Также Кафаров и китайские ученые полностью отрицают существование монгольской письменности и литературы в XIII веке, что указывает на то, что летопись была написана на тюркском языке. Судя по фамилии, Палладий Кафаров был тюркского происхождения и, вероятно, знал тюркский язык. К сожалению, перевод летописи Палладия Кафарова на русский язык закрыт для исследователей. Он считается устаревшим, то есть перевод в данное время засекречен. Остается надежда, что когда-то в будущем его откроют для историков. В 1941 году советский монголовед-академик Сергей Козин перевел сокровенное сказание на русский язык. В начале XX века французский востоковед Поль Пильо пытался перевести сказание, но из-за сложности перевода не смог перевести. Немецкий востоковед Хейниш также пытался сделать перевод сказания, но опубликовал только одну главу. Многие термины летописи были неизвестны переводчикам. Существовали ошибки и описки переводчиков на китайский язык, что сказалось на достоверности перевода на русский язык. Несмотря на это, летопись имеет историческую ценность событий XIII века. Переводчиками был вписан термин «монгол», который отсутствовал в первых переводах. Ученые из Академии наук внутренней Монголии Китайской Народной Республики потратили 17 лет с 1962 по 1979 год для перевода летописи на монгольский язык. По мнению монгольского ученого Дулама, в летописи около 1400 слов были непонятны современным монголам. По свидетельству казахстанского исследователя Тлеуберды Абинаюлы, ученые внутренней Монголии признали, что в летописи 4430 слов были непонятны, исправлены и фактически искажены. В переводе использовалось три варианта летописи. Только в одном из трех вариантов летописи было исправлено 850 иероглифов. Вероятно, искажение текста сокровенного сказания достигает до 40-50%. Это еще раз говорит о том, что оригинал сокровенного сказания был написан на тюркском языке. В 1350 году в Китае началась гражданская война за свержение власти чингизидов династии Юань. Часть татар бежала в Монголию с последним императором Тагон-Темиром. Часть тюрков-татар, служивших в гарнизонах империи Юань, были уничтожены китайцами. В то время у китайцев был лозунг «Убивайте всех татар». Оставшихся татар, которых китайцы не пропустили в Монголию, ассимилировали, доставляли жениться на китаянках. Демографическое соотношение между тюрками-татарами и монголоязычными племенами в 15 веке стало изменяться в сторону увеличения монголоязычного населения. После распада империи чингизидов Юань в Китае в 1368 году потомок Чингисхана Даян Хан в 16 веке начал заселение в малолюдных районах в Центральной и Восточной Монголии монголоязычными племенами, которые ассимилировали малочисленные тюркские племена. Даян Хан начал создавать новое государство, новый монгольский народ, который сформировался в 16-17 веке как результат смешения тюркских и тунгусоязычных племен. В 1634 году до 1691 года Монголия была захвачена Маньчжурской династией Цин. Маньчжурская династия, правящая Китаем и монгольская аристократия, ввиду близости языка и культуры поддерживали близкие отношения и роднились друг с другом. Монгольский просветитель Зия Пандит в 1628 году создал на основе уйгура-тюркского алфавита новый монгольский алфавит. В 17 веке был создан монгольский литературный памятник Алтан Топчи, Лупсан Данзаном. По свидетельству академика Сергея Козина, язык империи Чингисхана 13 века не был понятен монголам 17 века. Советский монголовед-академик Борис Владимирцев в 1929 году издал книгу «Диалекты монгольского языка». Автор книги указал о традиции монгольских диалектах, а также, что у монголов не было единого разговорного языка. Это говорит о том, что не было единого монгольского народа. На территории Монголии археологи не обнаружили следов монгольских артефактов 13-14 века, были только тюркские захоронения. Российский исследователь Пензев считает, что термин «монгол» не является самоназванием населения Монголии. Монголы называют себя «халха». Ученый Института монголоведения Сибирского отделения Академии наук России современный монгольский язык отождествляет с тунгусо-манджурским языком. Многовековое соседство тюрков и монголов сказалось на языке монголов. По мнению академика Владислава Котвича, в монгольском языке 25% лексических и 50% морфологических элементов имеют сходство. По мнению российских историков в 13 веке на территории русских княжеств, плативших дань золотоордынским ханам, государственным языком был татарский, копчакский язык. Вторым государственным языком был древнерусский язык. В 14 веке древнерусский язык стал преобладать над татарским языком. В Золотой Орде, существовавшей в 13-16 веках и в государственных образованиях после ее распада казанского, крымского, казахского, сибирского ханства нет никакого упоминания о монголах. Почти 250-летнее правление тюрков-татар оказало большое влияние на становление будущего российского государства и империи. По мнению академика Николая Баскакова, свыше 300 выдающихся представителей российского дворянства были тюркского происхождения. Это Кутузов, Ушаков, Тургенев, Юсупов, Урусов, Карамзин и другие. Мнение историков о том, что монголы завоевали тюрков, а затем весь мир, о Великой Монгольской империи, о татаро-монгольском нашествии на Русь, есть заблуждение и вымысел историков. Нужно переосмысление и пересмотр исторических событий 13-14 века, объективное освещение истории тюркских народов. Империя Чингисхана есть наследие Великого Гуннского Каганата, Великого Тюркского, Второго Тюркского, Уйгурского или Третьего Тюркского Каганата, ранее находившихся на территории Монголии.